Друзья, всем привет. Сегодня такая хорошая погода. Солнышко слепит прям глаза. Сегодня работаю до 10 часов вечера. Иду, смотрю, уже под ногами кругом листва желтые, сухая. Осень, уже все, поступила осень. Люблю осень. У меня день рождения осенью, в сентябре было уже, конечно, прошло. Люблю и зиму, и вообще любую горе. Могода я люблю, но больше всего люблю и лето. Бабушки идут в церкви. Погода, конечно, замечательная. Это, наверное, уже последние деньки такие. Тоже такие денечки солнечные. Птички греются на проводах. Приеду уже часов 12 домой. Пока на электричках доеду, уже 12 будет ночи. И так я буду работать по этому графику 4 дня подряд. В воскресенье, конечно, у меня будет с деньки до 12 часов. Немножко пораньше закончу. Какая красота. Желтые такие клёны. Здесь я заметила очень много клёнов. Очень много клёнов. Ещё вот мне нравится. В другом тоже кленовый лист. Красный. Когда такое солнышко, красота и душа радуются. Друзья, конечно, когда переезжаешь в другой город, это стресс. Это большой стресс. И эмоционально, и материально, и физически. Работы, жильё и так далее. Это всё накладывает свой отпечаток. И первое время, конечно, мы получаем большой стресс. В принципе, у нас никого в Москве знакомых нет. Никого. Здесь живёт моя подруга. Одна-единственная моя подруга живёт. Мы с ней раньше работали в Хабаровске вместе, в супермаркете. Несколько лет. Она тоже не местная, не с Хабаровска была. И мы с ней дружились. Потом она уехала, она уже 4 года живёт. Уехала в Москву тоже. То в одном городе, то в другом искала себя. В итоге она остановилась в Королёве. Сейчас у неё там работа и школа рядом для ребёнка. Квартиру нашли. И как-то тихо, спокойно, уютно. И вот благодаря ей, я ей очень благодарна за большую поддержку. Когда приехали, конечно же, она нас приняла. Хотя у неё условия у самой не такие большие, чтобы принять нас. Я имею в виду квартира. Но благодаря её доброму сердцу мы у неё оставались и не один раз, и не один день. Вот когда этот раз тоже приехали, мы тоже у неё остались. Она тоже молодец. Поддерживала во всём, что можно было. И как-то всё потихоньку-потихоньку сейчас начинает образовываться. Как-то вставать на свои места. Самое главное, нужно, друзья, наводить порядок в своей голове. Порядок в своей голове. Это самое главное в своих мыслях. Тогда, когда ты уже свои мысли расставишь по местам. Всё по полочкам. Тогда уже у тебя в жизни будет получаться всё. Всё как положено. Всё будет идти своим чередом. Магазин «Пятёрочка». Ремонт делают. Друзья, конечно, много планов. Много вариантов. Много, что хочется сделать. Изменить в своей жизни. Всё это приходит. Но не нужно торопиться. Всё, что тебе Господь Бог для тебя уже приготовил, оно будет постепенно-постепенно осуществляться, если это твоё. Поэтому всё потихоньку. Не надо никуда торопиться. Не надо никуда спешить. Жизнь у нас одна. И надо наслаждаться и брать всё от жизни, всё, что ты можешь. Надо радоваться всему. Надо благодарить людей. И тогда тебе вернётся эта благодать. То есть жить в этом мире нужно с добром, с любовью. Наслаждаться тем, что есть. Сами вы понимаете, что живём мы один раз. И то, что кто-то грубит и у кого-то какая-то ненависть, это хорошего никому не приведёт. И ни хорошего ничего не даст. Поэтому, друзья, живите в любви. Живите в уважении. Уважайте друг друга. Относитесь друг к другу с добром. Не отвечайте злом на зло. Потом к вам будет возвращаться только благодать. Только благодать. Ребят, ну всё. Я уже подхожу к работе. Всем добра, желаю. Спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И внизу под моим видео есть ссылочка. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Буду благодарна. Всем всего хорошего. Пока-пока.